Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на заводе компании УРСА. Большое количество комментариев по поводу того, что минеральная вата это не очень качественный материал. Я решил напроситься, можно сказать, своим друзьям, коллегам и рассказать, еще будет состоять этап производства. Алексей, директор по производству, да, или производства? Директор завода. Директор завода УРСА. Да, значит, самый часто задаваемый вопрос, то что, ну даже не вопрос, может быть даже претензия какая-то по поводу того, что мы используем не очень качественный материал. Вы можете в двух словах рассказать, из чего состоит производство минеральной ваты, из каких компонентов? Ну, у вас сегодня будет возможность посмотреть все этапы производства непосредственно своими глазами. Все начинается с приемки сырья. Сырье у нас все российское, локально. Это кварцевый песок, основные компоненты, стеклобой. То есть те... Стеклобой это стекло, да? Да, это стекло, которое является отходами других производств, в частности, там, стекольного производства, бутылочного производства. И дополнительные компоненты в виде буры, соды и так далее. То есть все натуральное. Мне говорили, что на производстве будет очень шумно, поэтому, наверное, скорее всего, какой-то голос там записать не получится. Можете по этапам рассказать, как это все... как происходит именно производство минеральной ваты? Ну, ваша экскурсия начнется со склада сырьевых компонентов, туда, куда мы непосредственно принимаем все материалы для будущего производства. То есть это вот стеклобой и стекло? Да, вы это увидите. Далее это все загружается в бункера и дозируется в определенном процентном соотношении в электропечь. Там это плавится при высокой температуре, более полутора тысячи градусов. Получается стекломасса, которая с помощью специального устройства центрифужно-фильерной дутьевой машины вытягивается в волокна и формируется из этого будущий наш материал, который попадает на конвейер, укладывается с определенной толщиной, плотностью. И далее все это идет уже непосредственно по конвейеру в сушильную камеру. Далее нарезается на определенные размеры, требуемые нашему заказчику. Упаковывается в пленку. Это его упаковка, все вот это резко, это все на линии, да? Да, все это на линии вы увидите, мы вам все покажем. Далее упаковывается все в палет и отправляется на склад готовой продукции. Музыка А вот смотрите, когда уже готовая продукция есть, там есть какой-то, не знаю, проверяете ли вы эту продукцию, лаборатория, что-то это есть? Да, конечно, у нас на заводе внедрен стандарт 9001, система менеджмента качества у нас работает на высоком уровне. 9001 это какие-то цифры волшебные? Да, это стандарт, который внедрен для того, чтобы качественно контролировать все этапы производства, включая и контроль качества, также и персонал, который... Это российский или это европейский? Нет, это международный стандарт качества, который отвечает за именно то, что наша продукция отвечает всем требованиям, которые прописаны в данном стандарте. То есть это на входе, вот входного контроля сырья мы контролируем, далее мы контролируем уже непосредственно то стекломасса, который у нас получается в процессе плавления, дальше мы контролируем тем параметры, которые получаются при волокнообразовании, контроль непосредственно готовой продукции плиты, которую мы образуем, контроль упаковки, контроль готовой продукции, уже упакованной на палеты и готовой к отправке на склад и далее к нашим потребителям. Продолжение следует... Друзья, сейчас мы находимся в лаборатории завода УРСЫ, Андрей, руководитель департамента качества. Вот сейчас он расскажет про тот тест, который вы только что увидели, когда мы взяли одну упаковку 150 миллиметров, да? Да, 150. Можете рассказать, что вы там колдовали, какие тесты проводили? Да, скатная крыша, в принципе, это стандартный продукт, который именно для, ну, судя из названия, приспособлен для скатной крыши. Стандартная толщина у него 150, как раз мы ее и проверяли. В принципе, есть и больше толщины 200, но мы взяли стандартную 150. Основной параметр, который для этого материала важен, это установка в стропила. У себя на заводе мы сделали стенд стропила метр. Обычно стандартно в строительстве применяется меньше, там 600, ну, 800 самый максимум. Но мы сделали, чтобы условия были более жесткие, непосредственно производстве, мы сделали метр. Вот. И также у нас есть норма нагрузка не меньше двух с половиной килограмм. То, что вы видели, мы на материал кладем на кусок метровый. Да, у меня там было 4,6, потом 5, что-то... 4,5 килограмма было. А потом второй раз, когда мы замеряли, там уже 5,4, по-моему. 5,4, средний кусок обычно он больше весит, потому что, ну, из-за упаковки, из-за сворачивания, поэтому мы испроверяем один крайний кусок, один средний кусок. Вот. Мы метровый нарезаем, вставляем в стропил. Стропила у нас метр, потому что, ну, чтобы более жесткие условия были. И нагрузка 2,5 килограмма. Понятное дело, что под нагрузку у себя крышу никто не ставит, люди просто вставят. Ну, вот для того, чтобы быть уверенными, что у клиента будет все нормально, мы у себя в более жесткие условия. Метр стропила, и нагрузка должна быть не меньше 2,5 килограмма. Также я видел, что его протыкивали. А это толщина. А, это точно? Да, это толщиномер специально, да, чтобы не рулеткой мерить ее. На глаз. А ты специально протыкаешь сверху, опускается платформа, и определять какая толщина. И размеры тоже, да? Да, ну, размеры стандарта тоже. Все же люди покупают определенные кубы, сколько ему нужно. Поэтому, конечно, проверяется ширина и длина стандартная. Вот эта упаковка, ее просто, ну, из упаковки любую берешь и проверяешь. Да, 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 да. Ну, вот случайно выборка, вот мы взяли палец со склада, при вас вскрыли его, взяли рулон, там, ну, первый попавшийся. Вот раскатали, что получили, то получили. Это вот, ну, грубо говоря, мы сейчас охотимся в лаборатории, наверняка еще какие-то тесты есть, которые можете показать? Да, у нас, например, тесты, ну, мы проводим химический анализ стекла, то есть это то, из каких оксидов состоит стекло. У нас стекло биологически растворимое, поэтому мы проводим контроль именно химического состава стекла, потому что биологическая растворимость, это подтверждается именно наличием разнообразных оксидов. В частности, оксид натрия, оксид бора, потому что они легко растворимы, они за организм легко выводятся. Да, у нас аналитика, в принципе, это вот такая таблеточка отбирается, это наше стекло непосредственно с той, что у нас формируется волокно, она измельчается и потом растворяется в кислотах. Соответственно, происходит тетравание. Ну, для людей, в принципе, аналитической химии, это, в принципе, достаточно простая, потому что вот здесь бюретка, она определяется определенный объем, сюда наливается и, соответственно, тетируется. Вот, потом с помощью разнообразных химических веществ мы определяем количество того или иного оксида непосредственно уже в растворенном растворе. Это вообще для чего нужно проверять это стекло? Для стекло проверять нужно для параметров определения, потому что мы подбираем параметры нашего оборудования под химический состав стекла. Если одних оксидов больше, других оксидов меньше, у него вязкость будет другая у стекла. То есть у нас, если нужно, будет температура. У нас очень важный параметр – это температура струи. То есть если у нас химсостав меняется, температура струи будет уменьшаться, увеличиваться. Нужно параметры подбирать. То есть это в лаборатории стекла определения? Да, это мы здесь в лаборатории, мы его растворяем, вот это вот стекло готовят специальные буферные растворы, и, соответственно, здесь происходит тетравание. Метод достаточно простой. Как я уже сказал, мы растворяем стекло и выделяем из него оксиды Так, друзья, пока мы идем проверять утеплитель Вот тут еще такая небольшая мини-лаборатория Здесь что происходит? Воду поглощения, насколько материал поглощает влагу То есть здесь наливается вода, в воду плодется сетка, на сетку кладется наш материал Чтобы он не всплывал, он-то пригрузом становится Стоит 24 часа, потом мы определяем, сколько влаги впиталось в материал В среднем сколько впитывает? До одного, в среднем 0,2-0,3% До одного процента, норма один процент То есть еще раз смотрите, здесь вода прям полностью? Нет, ну если посмотрите по уровню, он погружается не полностью На сколько он погружается примерно? На 10 сантиметров, миллиметров Ну здесь понятно, на 10 миллиметров погружается А крыш, вот это вот полетает толщиной 50 на 10 миллиметров, на гроб на сантиметр Да, да, да И смотрится, насколько оно впитывается Да, потом, соответственно, образец выставляется сюда, вода с него стекает и проверяется Ну элементарно, масса, разница в массе определяет количество воды впитанной Сейчас мы зашли еще в один кабинет, здесь что проверяем? Здесь коэффициент теплопроводности определяется Основной показатель для теплоизоляции Вот, здесь вырезается образец размером 500 на 500 миллиметров Вставляется в прибор Вот, и соответственно определяется коэффициент теплопроводности Насколько проводится тепло Лямбда, да? Ну, коэффициент, да, лямбда Правильно, в принципе, является лямбда Ну здесь разные образцы по-разному определяют Ну где-то примерно Толщина 150, это где-то часа два проверяется Пока не устаканится Ну пока не будет Разброса Небольшого Проверяется при 10 градусах Ну это стандартное тоже Норматив раньше был, в советское время был 25 градусов Потом как бы мы пришли к европейским нормативам 10 градусов Сейчас проверяется 10 градусов Вот Ну, коэффициент теплопроводности, он для чего нужен? В принципе, это Он определяет другой важный показатель Термическое сопротивление материала Вот, термическое сопротивление Потому что у нас, например, у толщины 50 и 100 Коэффициент теплопроводности может быть одинаковой Но мы же понимаем, что лучше теплоизоляцию делать толщина 100 миллиметров Ну это термическое сопротивление Это толщина, деленная на коэффициент теплопроводности Вот Поэтому здесь мы определяем коэффициент теплопроводности Но чтобы людей не вводило в заблуждение Что толщина 50 и 100 имеют одинаковый коэффициент теплопроводности У людей может вводить в заблуждение Поэтому нужно смотреть на термическое сопротивление Это толщина, деленная на коэффициент теплопроводности Чем больше толщина, тем больше термическое сопротивление соответственно Вот По нормативам мы должны проверять 3 образца за сутки и получается потом когда уже через например через два часа прошел на компьютер вот тогда даже здесь будет ну соответственно здесь в программе будет и здесь высветится какая какая обычно в среднем а разные бывают зависит от плотности материала потому что бывает но нет это терра если это скатная крыша стоит ну например скатная крыша что у ней то у нее будет 30 до 35 но 35 милливатт а либо так то он там 35 десятитысячных друзьям попали еще в одну лабораторию сейчас мы будем проверять вот этот у нас есть образец будем проверять его на ттс на пыльность правильно до производим тест на пыльность каждый образец и каждый вид марки и продукции мы соответственно проверяем по параметрам пыльности есть специальный прибор вот даст а производится замер пыльности каждого образца используем средства защиты обязательно потому что в любом случае мелкие частички есть волокна вот на данном этапе значит мы подготавливаем фильтр специальный для сбора пыли на который будет собираться пыль от простукивания нашего образца это что за приборчик так это приборчик дастер да то есть это вот куда бы пылесос что да наподобие пылесоса вот иностранственный прибор соответственно здесь будет у нас я очень засниму да 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 собираться пыль вот такой друзья приборчик с помощью него определен количество пыли помещаем приборчику центр также помещаем наш испытуемый образец сюда в центр все поместили так секундочку и дальше вот это вот кувалда по ним бьет сюда получается да по ним по нему стучат включаем секундомер каждый там 10 секунд производится удар сколько удара должно быть 6 ударов 6 ударов каждые 10 секунд с периодически 10 секунд секундомер включаем так включаем прибор включаем прибор на минимум в любом случае потому что и производим первый удар далее ставим прибор на максимум и производим оставшиеся удары и дальше с этим фильтром что теперь полученный образец соответственно с пылью да мы видим что на фильтре осталась пыль этот образец мы аккуратненько сворачиваем можно я покажу да 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 достаточно немного пыльно да в зависимости от материала пыль соответственно понятное дело она может быть разный от плотных материалов меньше более легких материалов побольше этот фильтр мы сворачиваем соответственно и дальше мы будем производить в муфельной печи прокаливание и соответственно по замерам мы уже посмотрим какой будет остаток именно пыли посмотрите этот процесс длительный да 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 это будет длительный процесс довольно вот если в целом грубо говоря после того как этот тест прошел что там после этого значит мы полученные результаты смотрим какие у нас диапазоны у нас диапазон установлен это 400-600 миллиграмм на килограмм то есть мы работаем в этом диапазоне и соответственно смотрим результат полученный попадаем в этот диапазон или нет если не попадаем если не попадаем в любом случае производится контрольный замер еще раз повторно да вот проверяется это все дополнительно вот и уже смотрится какой второй третий то если попадаем то все нормально да все как бы берется проверочная партия там выборка какая-то определенная то есть спасибо пожалуйста после того как все это проверяется вы же понимаете парадоксия там качество накачественно стегачественно все хорошо их и не качеством то переработка нас и если мы понимаем что в каком-то периоде времени был и выпускался несоответствующие тем требуем качества продукта он блокируется и отправлять переработку непосредственно на полигоны на уничтожение мне от правления чего у нас есть оборудование которое перерабатываютicksю образовавшись некондицию в так называемую задувную вату измельчаем упаковываем и это еще один продукт который мы предлагаем задувная вата задувная вата это из некондиции из некондиции из обрезков которые образуются из материалов которые были участвовали непосредственно в контроле качества которые хорошего качества да это дробиться в мелкую фракцию дальше упаковывается в мешки и может быть использована как изоляция но уже в другом состоянии это производство же сможете пока да вы посмотрите на это оборудование и соответственно вы увидите как-то все дела на спасибо большое то что рассказали сейчас друзья пойдем на производство уже на производство еще непосредственно вам покажем друзья посмотрел смонтированный видеоролик от себя хочу добавить еще пару слов сделать некое такое заключение как вы видели производство минеральной ваты это сложный технический процесс просто так утеплитель произвели произвести где-нибудь в гараже на коленке точно не получится потому что большое количество сложного оборудования большое количество каких-то компонентов все это проверяется в лаборатории несколько этапов и на пыль и на водопоглощение я рад то что побывал на заводе узнал для себя новой полезной информации например я не знал что есть задувной утеплитель урса объяви он называется то есть думаю что даже в перспективе мы найдем ему свое применение потому что мы им я думаю этим утеплителю удобно будет утеплять какие-нибудь сложные части например дом из бревна или например чердачное перекрытие высыпал его из мешка быстренько все какие-то сложные места он за счет того что он задувной он быстренько заполнит спасибо у все то что пригласили не каждый производитель открывает для себя свои двери для меня пока лучший утеплитель это ваш утеплитель урса терра для меня это номер утеплитель номер один спасибо вам вот все пока пока